Поскольку об этом уже сегодня поговорили и не раз, и не один человек, я уделю немножко внимания этой презентации, но у меня к вам другой месседж, вообще не про искусственный интеллект, и хочу поделиться полезным опытом. Я про себя немножко, то есть я, конечно, дилетант абсолютный с точки зрения методик, дидактик, обучения детей. Так уж получилось, что мне приходилось все время обучать взрослых, причем это чисто прикладные вещи, то есть когда тебе надо, чтобы этот человек завтра делал какую-то конкретную работу, и если ты не научишь его это делать, то придется самому делать. То есть из этой необходимости вытекает, так сказать, необходимость обучения, это самая такая хорошая мотивация. Это первая проблема. Да, вторая проблема, вот опять-таки, колейся там, если ты не научишь чиновника, с которым тебе надо постоянно работать, ну, в общем, тебе будет очень трудно работать. Вот, скажем так, с чиновниками областной администрации вы не часто встречаетесь, а, допустим, если вы занимаетесь таможенным оформлением грузов, то с таможенником вы вынуждены встречаться каждый день и не один раз. Если он боится и не знает, как ваш груз оформить, то это будет, в конце концов, ваша проблема. Вот, поэтому здесь приходилось в том числе этого касаться. Ну, немножко, поскольку я уже потратил на эту презентацию какое-то время, значит, я просто не очень понимал, о чем я могу вам поговорить. Я сначала написал тему, как искусственный интеллект изменит внешнюю торговлю, потом подумал, что, наверное, это вам не очень интересно, и решил так по философии удариться. Я, конечно, не такой специалист, как, допустим, Константин в области философии. Поэтому я решил спросить искусственный интеллект. Сначала я попытался узнать, что такое творчество в Википедии. Ну, как вы видите, ключевое здесь – это создание новых объектов. Основной критерий – уникальность. Это с точки зрения Википедии. Вот я чат GPT спросил. В общем-то, он примерно с этим согласен. И мне даже понравилось, что он выделил определенную структуру, чего творчество требует. То есть там воображение, интуиция, эмоциональная глубина, способность видеть связи между различными элементами. И сейчас горячая пора во всех вузах. Тот, кто преподает, знает. Все сдают ВКР. Выпускные квалификационные работы. Я сам там руководитель дипломных проектов некоторых. Я все думал. А какую компетенцию мы проверяем? Ну, просто вот тем, что мучаем студента, необходимостью написать этот диплом, который, честно скажем, никто, кроме руководителя дипломного проекта, и то, если он не ленивый человек, не прочитает никогда. Ой, я вас умоляю. Где таких рецензентов найти? Рецензента обычно принесите рецензию. Не буду же я ее писать за вас, в конце концов. Это из какого-то ГОСа. Так ГОС считает, что, собственно, демонстрируется при защите диплома. И там дальше идут из этого же в ГОСа набор компетенций по дальней специальности. То есть, как бы, вот он... Ой, а что это? Это я его так нажал? Я не знаю. Я понял, да. Ну, если, в принципе, он мне даст эти 283 секунды, ну, бог с ним, ладно. Спасибо. Что? Да, да, да. Я спросил чай GPT, а зачем ВКР? Вот, смотрите, он очень классно ответил вообще. Я бы даже вот это поизучал. То есть, предметную компетенцию, да, там он демонстрирует. Навыки исследования, аналитические навыки, критическое мышление, навыки коммуникации. То есть, способность явно выражать свои мысли и так далее. Организационные навыки. То есть, вы можете структурировать свое время, управлять и так далее. Ну, не знаю, мне эта структура очень нравится. Я просто, опять-таки, изучал основную мотивацию студентов. Какая у них основная мотивация? Пройти антиплагиат. Поэтому пишется там что-то ужасное такое. Я говорю, вы зачем эту фразу составили? Вы еще понимаете, что она означает? Я не могу понять это. Я вынужден это читать. Он говорит, ну, я делал рерайтинг. Ну, то есть, понятно, что она чужой текст взяла. И попыталась его как-то... И я еще хочу сказать, что у меня тематика таможенная. Там жуткий язык вообще. Если вы кодекс когда-нибудь почитаете, таможенный. Ну, не знаю, зачем вам это надо будет. Но вы поймете меня. Так вот. Тут наши преподаватели, как вот Татьяна Альбертовна сказала, эти... как это называется? Где? Ну, в общем, вот эти антиплагиаты. Антиплагиаты взяли на себя наглость решать, что текст написан искусственным интеллектом. Честно говоря, для меня загадка, как они это делают. Я спросил у чаджи 5. Смотрите, что он ответил. Ну, во-первых, стиль языка и работа. То есть, тут надо сказать, что искусственный интеллект себя очень уважает. Стиль языка и работа. То есть, работа создана искусственным интеллектом. Обладает определенной структурой. В общем, короче, студент так не умеет просто. Консистентность и качество. То есть, текст написан, свободен от ошибок, опечаток и так далее. Предсказуемость и шаблонность. Ну, то есть, он много научился и знает, в общем-то, чего-то. Нестандартные идеи и подходы. Ну, честно говоря, мне обидно за человека. После того, как он искусственный интеллект считает, как его находят. И, собственно, по теме своей работы я, опять-таки, два раза спросил его, почему искусственный интеллект не может заменить творчество. Вот он, помните, да, определение творчества от искусственного интеллекта, которое было до этого. Эмоции, интуиция, абстрактное мышление, контекст и культура, уникальность, индивидуальность. Ну, думаю, ладно. Тут он с пиететом к человеку. Да, я, конечно, интеллект, но тебя я никогда не заменил, поэтому я задал ему такой вопрос. Вот. И он, так сказать, тоже прикольно написал, то есть, зачем он может быть в творчестве. И в конце он все-таки написал, что вот нет, я не смогу тебя заменить, поэтому извини. Это то, что называется по теме выступления, ну, такая вот. Не знаю, насколько она полезна кому. Но, во всяком случае, это мне лично было интересно. Теперь по поводу того, чем я могу быть полезным в плане своего опыта. То есть, я уже 6 лет провожу конференции профессиональные, ну, в другой сфере. Это вот как раз около внешнеэкономической деятельности. И мы пришли к формату вот аналогичному, который мы сегодня наблюдаем. То есть, это экспертная конференция, неформальная, с обсуждением. И я вам скажу, что у меня вот таких конференций сейчас уже проходит 3 в году. И самое важное, что нам, если вам этот формат как бы зашел, и мы понимаем сейчас уже пользу друг друга, да, и чего не хватает профессионалам. Профессионалам не хватает площадки, где можно нормально поговорить с профессионалом горизонтально. Решить свои какие-то профессиональные задачи, поделиться чем-то. При этом, ну, не заходить это как-то там сверху там, сбоку, не писать какие-то формальные письма и так далее. Поэтому первый, так сказать, мой призыв, давайте не будем разбегаться. Тут я могу подсказать потом Гиперу или там Паше, или Паше и Гиперу. То есть, как эту площадку поддержать? Ну, даже просто телеграмм, группа в телеграмме или еще какая-то группа, она уже позволит что-то такое, какой-то контакт держать. Второе предложение. Вот вчера Константин на нашем образовательном мероприятии, которое предшествовало этому, где мы изучали разного рода напитки, и предложил, чтобы у этой конференции был какой-то резюме. То есть, я тоже считаю, что если люди собрались поговорить, ну, надо пытаться хоть какие-то выводы сделать и как-то с этим дальше нести. Есть какие-то темы, которые длятся. Ну, вот, я не знаю, в таможенной тематике можно бесконечно говорить про определение таможенной стоимости и так далее. Это будет... Это можно говорить и говорить, и постепенно к этому идти. Есть темы, которые заканчиваются по разным причинам. Что-то где-то закон поменялся, еще что-то там. Поняли, что это никому не надо и так далее. Поэтому здесь тоже, если, допустим, у меня давно была идея синхронных конференций. То есть, когда есть некий доклад, вот он висит, и после него длинное обсуждение через месяц идет, идет, идет. И следующая конференция, она уже... Ну, как бы, это такой перевернутый квадс для экспертов. То есть, что, собственно, повторять? Как, помните, был анекдот, где люди номера называли, анекдотов, и все там смеялись. То есть, зачем повторять, да? То есть, вот мы уже об этом поговорили, вы уже это все это знаете, давайте продолжим это обсуждение. Это еще одно предложение. И еще, как человек, имеющий некоторый опыт, ну, назовем это лоббизма, там, да, ну, то есть, общение с госорганами, опять-таки, не из сферы образования, ну, приходишь на площадку. Ну, в какой-нибудь там ОСИ или в какую-нибудь деловую Россию или РСПП. Зачем, да, там, ну, объяснить Минэкономразвитие, там, Федеральной таможенной службы, что вот этот закон надо поменять. И наблюдаешь за бизнесом и за властью. Власть, она готова. У нее по каждому маленькому вопросу сидит отдельный, специально обученный, настроенный человек, который абсолютно письменно уже ответил. С выработанной позиции. Бизнес из серии, ну, блин, мы же вам деньги платим, вы нас должны любить. Ну, то есть, я к чему говорю? Если мы хотим каких-то изменений, то надо формировать обоснованную позицию. Власть тоже в этом нуждается, потому что, ну, а кто это за нас это придумает? Они, к сожалению, это не придумают. Там, опять-таки, другая мотивация. Там у них... То есть, они не будут думать, как сделать прям хорошо. Ну, им некогда просто. А вот, если вы знаете, как сделать хорошо, и как-то это обосновали, и объяснили, почему вот это надо поменять, тогда это можно еще как-то пробить. Я не говорю, что это прям сразу происходит. Ну, не, ну, понимаете, мы же не можем выскочить из вот этого всего. Нам как-то к этому надо приспосабливаться. И вот эти все изменения, опять-таки, я не знаю, как в образовании, я думаю, еще медленнее. Но вот в этой всей регуляторике, связанной с внешнеэкономической деятельностью, они длятся десятилетиями. Я знаю экспертов, которые там писали там второй кодекс, которые вот эту норму пробивали 10 лет назад, и вот она пришла к ним. То есть, прикольно этих людей как бы знать. Им, конечно, немножко это греет душу, что они сделали этот мир чуть-чуть лучше. Про это никто уже не знает, все забыли. Но это единственный способ. Вот, собственно, все. Спасибо. Спасибо. Очень интересно было слушать. И я мотал себе на ус. И сегодня, наверное, вечером, если буду в состоянии, создам телеграм-канал. Надо определиться, канал или группу, да? Там в канале, ты помнишь, тогда надо всех администраторов... Нет, не канал, группу, да. Просто чат для экспертов, где... Кто-то должен тогда постить. Я думаю, что на 20 человек хватит чата, на самом деле. Тем более, что импульс стихнет примерно в течение двух месяцев. Вот. Если это выродится в что-то большое, сделаем группу. Нет, еще один фактор, тоже поделюсь, который позволяет поддерживать активность, это просто дружба, да, коммуникация, когда людям просто приятно друг с другом общаться. Я вам еще скажу больше. Вот эта группа, которая у меня образовалась, это группа конкурентов. Что такие таможенные представители, брокеры? Это консультанты, которые всегда друг с другом конкурируют. Они умудрились сейчас о чем-то договориться, где-то что-то друг другу не говорить, но какие-то общие вещи они решают. Я к тому, что даже среди конкурентов можно сделать профессиональное сообщество. Ну, давайте пару комментариев. И последний доклад. Кто тянул руку? Значит, я... Если не тянул, то я... Значит, история про то, что резюме и про то, что надо это делать или не надо это делать. Понимаете, Министерство просвещения, например, написало себе такой целевой показатель в цифровой трансформации, что к 2030 году 100% заданий в электронном виде должны автоматически проверяться с использованием технологий искусственного интеллекта. уже заговориться начиная. Но не тот, кто это написал, не те, кому потом это вслух читали, не те, кто уже отчитались за то, что у них автоматическая проверка 100% электронных заданий, не подозревают даже, что имелось в виду. Как-то и песенки. А что же это конкретно имело в виду? И вот, может быть, в том числе наше, там, не знаю, резюме и дальнейшая совместная работа может быть направлено на то, чтобы какие-то понятия, ну, может быть, не определить, а хотя бы сказать, что экспертное сообщество под этим понимает и дать об этом знать, в том числе и, как вот было сказано, органам госвласти. Потому что иначе мы вот так и будем бродить и шататься, и каждый про свое говорить, а в итоге нам потом скажут, что вот сейчас очередной маркетплейс от Министерства просвещения определит на основании трех вопросов индивидуальную образовательную траекторию, и вот это и будет искусственный интеллект, это активность системы. Есть еще, кстати, один эффект, я сейчас вспомнил, когда Константина слушал, это такое опосредованное влияние на регуляторов за счет того, что они подслушивают. Они ходят на вебинары, они читают эти телеграм-каналы. Я постоянно, у меня, поскольку много есть таможенников просто в телефонной книжке, я же вижу, что они вот сейчас в этом, в телеграм-канале, они, допустим, на... Ну, а, кстати, еще один инструмент, который вот прям можно делать вообще. Я вот в нашем телеграм-канале практикую, как я их называю, прямые эфиры. Просто вот собрались, допустим, ну, не знаю, мы с Константином или там Дима с Константином, и поговорили вот об этом. Ну, сели час, поговорили. Кто-то послушал, кому-то интересно, кто-то прокомментировал. Сам по себе вот этот разговор, он довольно интересен. Помните, был какой-то сервис, где люди там по комнатам ходили, да. Да, Клапха, вот что-то типа того. Если хороший уровень эксперта, то посещаемость будет прекрасна. Поэтому я бы сделал эту штуку... Есть канал, который можно не закрывать, есть группа, да, там, которую надо контролировать количество. Ну, это можем обсудить потом. Всё.